Мы наладили производство масок, увеличиваем его ежедневно. Если на прошлой неделе мы производили 60 тысяч, а сейчас выходим на вчерашний день на 141. Наша задача выйти на 170 тысяч для того, чтобы обеспечить всю нашу систему формации необходимым количеством данных масок. Маски производят все наши основные предприятия. Это 8 марта, Каминтерн, Речицкий, Текстиль, также Желобинская фабрика. Также мы привлекли наши частные структуры, которые сегодня тоже занимаются производством данного вида продукции. Для этого используются различные материалы марля и нетканные материалы. Также к нам обратились с оказанием содействия в том, чтобы производить маски. И такая компания, как Делкомстор, в настоящее время они планируют шить таких масок до 20 тысяч. Кроме этого, на территории области начато производство дезинфицирующих средств. Это наши предприятия, которые находятся этим делом, раньше не занимались. В частности, калинковские бытовые химии предприятия. За вчерашний день мы выпустили первые 2 тонны таких материалов дезинфицирующих. И, конечно, ставится задача производить их до 10 тонн в сутки. Для этого они будут поставляться и поставляются уже в формацию различной емкости. Мы начали с пол-литра. И, конечно, для таких больших предприятий в формации, как медицинских, они поставляются будут в 5-литровой тары. В воскресенье запускается новое предприятие акционерным обществом «Радомир». Это в Речицком районе. Они будут выпускать до 5 тонн. В настоящее время производится наладка оборудования. Сегодня должны быть подписаны документы. И 12 числа мы начинаем их производство. Они до 5 тонн будут обеспечены средствами. Конечно, обесполком принимает меры и финансовые для наращивания объема приобретения тех иных. Мы ежедневно контролируем данную ситуацию с нашим облздравом. И финансовый отдел, и обесполком стоит на том, чтобы все те недостатки средств, которые имеются, их компенсировать. Мы уже выделили на сегодняшний день 3,1 миллиона рублей. Эти денежные средства используются для приобретения 19 ИОЛ. Также мы приобретаем 12 динамических мониторов. Также приобретаем 30 кислородных ингаляторов. И в первую очередь мы ставим задачу. Вот 2 миллиона рублей мы направили необходимых на приобретение средств индивидуальные защиты. Для наших и медицинских учреждений, и других, которые сегодня работают. Для этих целей налажено производство на коминтерне комбинезонов защитных. Мы сегодня шьем их 2400. Это мы обеспечиваем свою потребность всех наших предприятий. Ежедневно данное количество поступает в наши медучреждения. И, конечно, мы ставим задачу и перед облздравом. Те, которые проблемы есть, мы однозначно их решаем. С точки зрения финансовой. Деньги мы изыскиваем, в бюджете это средства мы находим. Продолжение следует... Продолжение следует...